Добрый вечер! Сегодня пятница, значит, как обычно в это время на телеканале ТНТ Онега программа «Наш взгляд» и мы ее ведущие Александр Торкель. И Денис Базанков и я с радостью представляю очередного гостя нашей программы. Сегодня у нас известный музыкант Карельский Петрозаводский, всеяруси, я бы так сказал, директор Центра молодежных инициатив Мюллерит Сергей Зобни. Председатель. Председатель, хорошо. Это звучит гордо. Господин председатель. Здравствуйте. Хорошо низится. Ну что ж, рады тебя видеть в нашей студии. Естественно, есть нам что обсудить по событиям, которые произошли за последнюю неделю. Ну, самое главное, это, наверное, что Северо-Запад, Россия, в том числе и Карелия, удачно пережили Первомай. Вот, Сергей, какой Первомай встретили? Спокойно дома, в тишине, в покое, с детьми, с любимой женой. Здорово просто. То есть ты не ходишь принципиально на демонстрации, на шествия. Их у нас, кстати, в этот день, Первого мая, аж три было. И все по очереди ходили. По одному маршруту? Нет, мой маленький сын устроил мне демонстрацию дома в Памперсе. Так что мне было, что чистить, зачем чистить. Так что было все хорошо. Уважительная причина. Дело-дело. Ну, а вообще, ты как относишься в связи с тем, что произошли изменения в нашей стране, идеология поменялась? Ну, это у нас в крови все-таки Первомайский выход, куда-то на улицу, шествие и так далее? Или нам нужно от этого избавляться и в какой-то другой форме этот праздник как-то для себя организовывать? Ну, это маевка, которая была в свое время необходима людям выразить свое несогласие, насколько я понимаю, с буржуазными, эксплуатационными какими-то правилами жизни империалистической. Где первая маевка была? В какой стране, кстати? Хороший вопрос. Вот, и я не помню. Поэтому и не пошел. Понятно. Но зато после маевских... Маица, видимо, туда ходят люди, которые хотят маиться. Май, да, маица. Вот, я не хочу маиться, и поэтому был счастлив в семье, в гармонии, в любви. Ну, а где же этот рокерский задор? Организовать концерт как раньше, мощный какой-нибудь, сделать такое шоу? Или ты уже от этого тоже так спокойно на это на все смотришь? Нет, я наблюдаю со стороны, что делают молодежь, и куда движется наша рок и всевозможная концертная культура в нашем славном городе. Ну, и выводы неутешительные, наверное. Нет, почему? Все очень хорошо. Она, культура ушла в клубы, в маленькие эвансы, в маленькие события, поскольку достойного большого зала, в который мог бы уместить 2-3 тысячи человек, где бы были мягкие кресла, либо очень шикарный танзал, к сожалению, пока у нас нет. Так же, как нет у нас и хоккейной площадки. Под закрытым небом. Под закрытым небом. Ну что же. Ну, не будет у нас теперь еще и в Петрозаводске и одного кинозала, одного из старейших в Петрозаводске. Это здание бывшего кинотеатра «Сампа». 2 мая до него строители добрались, наконец-то, очень капитально. Порушили очень много, в том числе и фасад, и колонны все повалили. Ну, в общем, можно сказать до свидания. Ну, если вы помните, какой-то один из фолк-марафонов там даже проходил, когда в свое время там был произведен косметический ремонт внутри, сделаны новые сидения, новый ковролин постелен, побелены потолочки. Но, видимо, состояние нашей экономики и политики довело это здание до крайней ручки, что теперь с ним надо попрощаться. Единственное, видимо, что придется сделать. То есть, надо сказать, с треском, потому что сопровождается все это судебными процессами. У нас общественник такой, Григорий Фандеев, покой ему не дает эта ситуация. Решил он собственнику, наверное, каким-то образом помешать или что. Для меня было, например, открытие мое очень интересное, поскольку я живу все-таки в этом городе, и буквально вот из последних газет я только узнал, что это здание, для меня вот была история этого здания, я думал, что это в 50-е годы, конечно, в 40-х, в 50-е, начало 50-х построено. На самом деле, оно построено в конце 30-х, а уже достраивали его финны. Вот, мне кажется, очень интересная такая тема. Может быть, если бы действительно было желание сохранить или в каком-то виде, можно было бы просто сделать какой-нибудь музей. Ну, музей. Белофинск, это войны, это и вот 39-го-40-го года, чтобы было нецелесообразно. Нецелесообразно, давайте снесем, поставим парк. Зачем парк? Сейчас там поставят нормальный живой комплекс, все будет хорошо, лучше в традициях России. Да, и очередную партию машин, которые жители будут ставить теперь где? Ну, где-то там. Кто-нибудь изначально живет рядом там? Я рядом живу. Ну, мы позвоним и скажем, заставьте Базанкова, пусть он протестует и привлекает свой административный ресурс компании ТНТ, чтобы вот кричали все колокола, необходимы постоянки, необходима культура к нашему городу, так же, как и дороге. Но мы стараемся, мы стараемся застрять на этом внимания. Давайте к курьезным новостям. Тут повеселил у нас Пудорский район, повеселил он в каком плане жители Пудорского района. Новость под таким заглавием вышла на одном из сайтов. Похитили радар фиксации скорости, принадлежащей ГИБДД. Ну, правильно сделали. 28 апреля это было, около 19 часов, вблизи деревни Кикова, задержали двоих жителей Пудорского района, уже, видимо, с радаром этим в руках. Ну, во-первых, 28 апреля, это очень знаменательная для меня дата, у меня папа родился в этот день. Видимо, парни решили сделать мне подарок. Не слеп, а преподел папе, да. У тебя у папы уже нет машины, но, тем не менее, я думаю, что это парни или кто там, или веселые хлопцы бомжеватого вида, они, видимо, протестуют против строительства скоростных автобанов. Медвежегорская Пудорская. Потому что они говорят, что, ребяточки, не надо здесь ставить радаров, поэтому, пожалуйста, езжайте, езжайте, вот, спокойно, ям хватает на ваше счастье. Не попадете, проедете, попадете, но останетесь без колес, и, слава богу, если еще живы. Дорога там. У меня картинка перед базаром. Это опять у нас сам по пришло к дорогам, радар опять привезли к дорогам. Хотите, ладно, еще тогда веселую новость продолжим. У нас в Оланецком районе следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления инспектора ДПС жителям Пряжи. Значит, что этот житель сделал? Нарушил он правила движения, ехал без света, и непристегнутый ремнем его за это остановили. Но пока, видимо, протокол составляли, этот молодой человек, а может, не молодой, показал, как бы это сказать-то. В общем, палец средней руки, как написано в новости. Средней руки. А где это? Денис, договорочка по Фрейду, да. В общем, средний палец он показал. Значит, по этому поводу было аж целое расследование. Второе это все сфотографировал? И выложил в интернет. Выложил в интернет. Потом было расследование, и, значит, сотрудники правоохранительных органов посчитали это за оскорблением. Ну, в общем, если ему еще, не дай бог, будет какое-то дело пришитое, действительно серьезное за оскорбление, то это, я думаю, прецедент будет такой забавный. Похожего у нас еще не было. А очень хороший прецедент, и слава богу, если он будет. На самом деле, вот опять же, о дорогах, да, например, в Германии очень шикарные дороги. В свое время, когда мы с группой Милю там колесили, у нас, например, такой знак, мы его в шутку там называли, ты покажи 300 евро. То есть, в Германии уже в те времена, в начале 90-х годов, в середине, сейчас может быть штраф еще больше, но тогда за вот такой знак, если ты покажешь любому человеку в Германии, там еще будут свидетели, и это зафиксируют, и скажут, пожалуйста, у тебя на 300 евро. Так что ты можешь вот одной рукой направо 300, второй налево, вот 600. У меня зарплата сегодня. И поэтому, на самом деле, это все очень печально. Это приводит к тому, что вот постоянно по телевизору сейчас показывают, люди снимают там мобильниками, там видеофиксаторами, всевозможные стычки, и очень становится печально и грустно от того, что у людей куда-то вот улетучилось уважение. Не то, что на дороге, а это идет, мне кажется, изнутри, из семьи, вот с детства откуда-то, Голубого, когда мы смотрели мультики прекрасные, еще что-то. И, по-моему, сейчас необходимо просто кричать на всех каналах, что люди, давайте любить друг друга, а не бить морды и не показывать 300 евровые знаки. Ну, грустно становится. А во-вторых, очень печально, что, например, в той же Германии, в Европе, ты подойди и пни полицейского или покажи ему знак. У тебя тут же куда-нибудь там что-нибудь, там и уважение. Но в нашей же стране как-то все это очень странно, пока не уважают никого. Но прежде всего себя. Это раз. Но надо не забывать, что тот же, извините меня, и человек в погонах у нас в нашей стране тоже может подойти. Денис, давай, каждый начнет с себя. Все, это я согласен. И человек в погонах тоже, товарищ Наргалеев, начните с себя. К другой новости. В Карелии набирают обороты новое детище Сергея Мовородин. МММ 2011. Я думаю, можно заканчивать уже. Уже все ясно. То есть, нашу страну не учат. Горький опыт. Ничего мы не учимся. Самое смешное, в Петрозаводске уже один офис открылся в центре города. Где? Хорошо, я скажу, на улице Анохина. Пошли туда все. Да? Пойдем. Самое интересное. Самое интересное еще откроется один. Сергей Мавроди и его сторонники всем и каждому заявляют, что данный проект является финансовой пирамидой. То есть, предупреждают заранее. Официально. Нет никаких гарантий получения дохода и возврата вложенного. Что участник крайне рискует и может потерять в любой момент все свои деньги. И несмотря на это, все равно идут, идут и идут. Ребяточки, русская рулетка, она неистребима. Хоть ты высок стреляйся, хоть ты из ума выживи. Если люди хотят рисковать и им есть чем рисковать, так пускай идут. Скажи, где адреса-то. Пускай идет народ. Ну вот говорят, что таких уже по стране 30 миллионов. Ну пожалуйста, у кого действительно лишнее есть. Ну что ж, давайте еще обсудим одну новость. Ну опять же у нас что-то с криминальным оттенком, но что самое забавное. Ну веселое. Ну веселое. В ленте тетеньку поймали. Пришла тетенька в ленту 35 лет от роду. Решила померить одежду. Померила одежду. Ей видимо понравилось. Она сняла магнитные. Слушай, слава богу, что на ней в поясах хашидки не было. Это слава богу. Шахидки, да. Хашидки, шахидки. Но бдительная охрана ее на выходе все равно остановила и попросила вернуть. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не знаю опять же будет ли там уголовное или административное. Посмотрим, на что выйдут следователи. Но до нас докатилось это. Раньше таких новостей было крайне редко, чтобы кто-то в магазинах приходил, одевался и на себе это выносил. Знаешь, что в Европе это болезнь. Нет, просто это было работали чище. Денис, ты редко ходишь в магазин. А мне вот интересно, у них что, камеры в примерочных стоят или как ее засеклит, если она антиворс? И неестественно себя вела, может быть. Ну может у нее грудь была первого, а стала пятого. Шесть пар трусов, да, еще. Поэтому как бы охранник залюбовался на нее, а потом... И вдруг опомнился. Да, и все. И пошел за ней на выход. Ну что ж, программа подходит к концу, но тем не менее, хотелось бы закончить тогда не на новости, а на вопросе к тебе, Сергей, вот 9 мая будет у нас парад. Ты собираешься на него? Ну, конечно. Был бы танк, проехал бы на танке, но танка нет. Ну, значит, есть к чему стремиться. Да. У ребенка есть пушка, так что выйдем с пушкой. Отлично. Ну что ж, я напоминаю, вы смотрели программу «Наш взгляд» на телеканале ТНТ «Онега». Провели ее мы, Денис Базанков и... Александр Торкель. Ну а в гостях у нас был Сергей Изобнев. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok